Глава вторая. Версавия. Давид, Уе, Версавия. История любви Давида и Версавии уже давно наряду с историями Лейли и Меджнуна, Фархада и Ширин, Тристана и Изольды, Ромео и Джульетты, стала неотъемлемой частью не только еврейского национального, но и общечеловеческого эпоса. При этом она, пожалуй, выглядит куда более достоверной и психологически точной, чем другие названные выше истории о любви, оказывающейся сильнее всех преград и предрассудков. История Давида и Версавии — это вечная история о короле, его фаворитке и несчастном муже-рогоносце. Это не менее вечный и горький рассказ о солдатской жене, не сумевшей сохранить супружескую верность, и о порушенной из-за женщины мужской дружбе. Это история о всепоглощающей любви и предательстве, о долге и подлости. Но прежде всего, это история о великом грехе и великой силе раскаяния подлинно великого человека. И именно потому, что она представляет собой «коктейль» из стольких противоречивых, а подчас и кажущихся несовеместимыми друг с другом компонентов, она вновь и вновь влечет к себе теологов, психологов, художников, поэтов и режиссеров. История эта самым тесным образом связана с войной с аманитянами, возобновившейся на следующий год, в начале весны, сразу после того, как перестали лить дожди и высохли дороги. Вместе с другими своими товарищами отправился на эту войну и муж Версавии, Урия Хиттиянин, некогда телохранитель Голиафа, затем один из бойцов первого отряда Давида, из тех самых тридцати витязей, а потом и член его военного совета, командир одного из гвардейских подразделений. Надо заметить, что в оригинальном тексте Библии, Танаха, имя Версавии звучит как Бат-Шева, что можно перевести и как «дочь седмицы», возможно, потому, что она была седьмым ребенком в семье или родилась в субботу, считающуюся у евреев седьмым святым днем недели, как и «дочь клятвы». В ряде исследований высказывается предположение, что Версавия была не еврейкой, а, как и ее муж, хитиянкой, что, с их точки зрения, многое объясняет в этой истории. Однако достаточно просто внимательно вчитаться в библейский текст, чтобы понять всю нелепость этой гипотезы. В нем прямо сказано, что Версавия, Бат-Шева, была дочерью Элиама, который, в свою очередь, был сыном советника Давида Ахитофеля, и также, как и Урия, входил в число почетной тридцатки, то есть Версавия стала женой старого боевого друга своего отца. Той весной Давид почивал на Лаврах, проведя еще одну частичную мобилизацию и отправив Иова с армией в ОМОН, он сам остался в Иерусалиме. Известия, присылаемые Иоавом с фронта, были полны оптимизма. Он сообщал, что начал кампанию с завоевания всех аммонитских городов и деревень, исправившись с этой задачей, теперь осадил Равву, столицу и последний оплот царя ОМОНа. Однако взять этот большой и хорошо укрепленный город штурмом будет совсем непросто. Такой шаг чреват огромными потерями, и потому он, Иоав, решил продолжать осаду в надежде вынудить Аннона сдаться. В эти весенние дни, прогуливаясь по крышу своего дворца, с которого, как уже упоминалось, хорошо были видны крыши и дворы всех иерусалимских домов, Давид и увидел Версавию. Цитата. «И было, однажды в вечернее время встал Давид с ложа своего и прохаживался по кровле царского дома, и увидел с кровли купающуюся женщину, а женщина та очень красива видом. И послал Давид разузнать об этой женщине, и сказали, «Это же Батшева, дочь Эляма, жена Урии, хитийца!» И послал Давид нарочных взять ее. И пришла она к нему, и лежал он с нею, она же от нечистоты своей омывалась, и возвратилась она в дом свой». Вторая книга Самуила, 11, 5. Вот и вся завязка этой истории, и уже ей одной посвящены тысячи страниц комментариев, содержащих самые различные версии того, что же именно произошло в тот знаменательный день в святом городе Иерусалиме, от поражающих своей наивностью до омерзения скабрезных. Давид, как уже говорилось выше, обрек себя обетом на пожизненную бессонницу, но время от времени сон наваливался на него, и тогда он начинал дремать. Эта дрема длилась от нескольких минут до получаса, и чтобы окончательно стряхнуть с себя оковы сна и взбодриться, царь выходил на крышу своего дворца. Впрочем, в самой прогулке по крыше ни тогда, ни даже сегодня на Ближнем Востоке не было ничего необычного. Плоские крыши домов здесь всегда играли огромную роль в жизни их обитателей. На крышах вялили фрукты, стегали одеяло, на крышу поднимала с вечером вся семья, чтобы поужинать и насладиться вечерней прохладой после иссушающего летнего зноя. Так что ничего особенного в том, что царь стоял на крыше и обозревал с нее окрестности собственной столицы, не было. Но вопрос вопросов заключается в том, что следует понимать под купанием Версавии, и знала ли она во время этого купания, что за ней наблюдает царь. Одни комментаторы утверждают, что это был как раз тот самый день, когда Версавия закончила отсчет семи нечистых дней после месячных и решила окунуться в расположенный в ее дворе ритуальный бассейн Микву. Это означает, что Версавия купалась совершенно обнаженной, как это предписывается законами ритуального омовения. Согласно другим комментаторам, Версавия, завернувшись в огромное полотенце или отрез ткани, просто мыла голову. Однако в какой-то момент «Ах, это полотенце с нее соскользнуло, и она осталась на какое-то время обнаженной». Словом, в одном все комментаторы сходятся. Царь в какой-то момент увидел Версавию обнаженной, и эта сцена помутила ему рассудок, вызвала настолько сильное желание обладать этой женщиной, что он уже не мог ему противостоять. Давид посылает выяснить, кто такая эта красавица, и когда ему сообщают, что речь идет о замужней женщине, более того, после того, как ему говорят, что эта женщина, дочь и жена, одних из самых близких и преданных ему людей, которых ему никак не следует обижать или оскорблять, это тоже его не останавливает. Своей царской властью он велит привести ее к нему. Разумеется, большинство комментаторов твердо убеждено, что Версавия отнюдь не догадывалась, что царь за ней наблюдает, и что все произошло совершенно случайно. Однако Рам Орен в своей книге «Из Библии с любовью» считает, что Версавия просто не могла не знать, что на закате царь выходит на крышу и сознательно соблазнила Давида. А вот как представляется Орену первая встреча Давида и Версавии. Цитата. «На завтра, после того, как он всю ночь не сомкнул глаз, она пришла, скромно потупив взгляд, но тая в душе торжество победительницы. Ее купание достигло своей цели. Царь был только человеком с плоти и крови, и она знала, что он не устоит перед ней. Теперь, когда было завоевано его тело, ей надо было завоевать его сердце». Казалось, в комнате царя раскалился воздух, но Давид попытался скрыть свое волнение. В то же время он ни на минуту не мог оторвать от нее глаз, и она чувствовала это. Она ожидала, что их первая встреча завершится короткой беседой, после чего царь отошлет ее назад, но он захотел, чтобы она осталась. Тишина длилась долго. Наконец, Давид встал с трона и приблизился к ней. Она с трудом удержалась от того, чтобы посмотреть ему в лицо, боялась, что тогда он заметит пляшущие в ее глазах огоньки. Неожиданно царь притянул ее к себе, и она вдруг поняла, что ее тело жаждет мужчины. Пять месяцев прошло с того дня, как Урия ушел на войну. Она с трудом переносила одиночество, мысли о мужской ласке не давали ей покоя, и когда Давид коснулся ее, она почувствовала, как озноб страсти пробежал по ее телу. Они упали на лежащий на полу ковер из козьей шерсти. Она желала его так же, как он желал ее. Нет, она желала его куда больше, чем он ее. Конец цитаты. Таким образом, Рам Орен всю вину за случившееся, по сути дела, перекладывает на Версавию, что, скажем прямо, выглядит сомнительно и сильно отдает мужским шовинизмам. Но даже такой циник, как Орен, признает, что чувство, которое возникло у Давида к Версавии, было чем-то куда большим, чем просто слепая страсть. Нет, это была подлинная любовь. Давид постоянно думал о Версавии. Ему хотелось, чтобы она постоянно находилась рядом. Он чувствовал себя счастливым уже от того, что видел ее, слышал ее голос. Ни к одной из женщин, даже к покойной, рано ушедшей из жизни Авигея, он не испытывал ничего подобного. И все же, когда Версавия пришла и сообщила ему, что она беременна, это известие выбило царя из колеи. В поисках выхода он срочно направил Иоаву письмо с требованием прислать к нему Урию с подробным докладом о том, что происходит в армии. Замысел Давида был понятен. Привезти Урию домой, в постель Версавии, и тогда все потом решили бы, что Версавия беременна от мужа. Однако у Урии этот неожиданный вызов домой с самого начала показался подозрительным. Полевого командира не отрывают от его отряда, стоящего у стен вражеского города, только для того, чтобы доставить царю отчет главнокомандующего. Для этого есть вестовые. И едва он оказался в царском дворце, как ему не переминули шепнуть о том, что в последнее время царь полюбил запираться в своей комнате с его юной супругой. Цитата. «И послал Давид к Юаву, пришли ко мне Урию хиттийца. И послал Юав Урию к Давиду. И пришел Урия к нему, и расспросил Давид о благополучии Юава, и о благополучии народа, и об успехе войны. И сказал Давид Урии, «Пойди в дом свой, и мой ноги свои». И вышел Урия из дома царя, и последовал за ним дар от царя». Там же 11.6.9. По всей видимости, чем больше Давид настаивал на том, чтобы Урия пошел отдохнуть домой, чем больше пытался его задолбрить, тем больше усиливались с подозрения последнего. Мы можем только догадываться, что испытывал в эти часы Урия хиттиянин. Вероятнее всего, в его душе любовь и преданность Давиду постепенно сменялись негодованием и ненавистью от того, что Давид обесчестил его и показал, что видит в нем не друга, а просто холопа и вдобавок кретина, которого можно так легко обвести вокруг пальца. И Урия не только не пошел домой, но и улегся спать на скамье возле дворца, предназначенные для царской стражи, чтобы все видели, что, вернувшись с фронта, он не встречался с женой. Цитата. «И лег спать Урия у входа царского дома со всеми слугами господина его и не пошел в дом свой. И доложили Давиду, сказав, не ходил Урия в дом свой. И сказал Давид Урии, ведь ты с дороги пришел, отчего же не сходил ты в дом свой? И сказал Урия Давиду, ковчег и Исраэль и Иуда пребывают в шатрах, и господин мой Яав и рабы господина моего стоят станом в поле, а я войду в дом свой есть и пить и спать женою своею. Жизнью твоею клянусь и жизнью души твоей не сделаю я этого. И сказал Давид Урии, останься здесь и сегодня, а завтра я отправлю тебя. И остался Урия в Иерушалайме в тот день и на следующий. И призвал его Давид, и ел тот перед ним и пил, и упоил он его. И вышел он вечером, чтобы спать на постели своей с рабами господина своего, а в дом свой не сошел. Там же 11.9.13 Давид, как мы видим, понял, что Урия разгадал его замысел, и все же попытался задержать его в Иерусалиме и напоить так, чтобы муж его фаворитки позабыл о всех своих подозрениях и, будучи вдрызг пьяным, все же отправился домой и лег с женой. Однако и эта попытка провалилась. Урия выпил много, опьянел, однако не настолько, чтобы перестать соображать. Это нежелание Урии следовать его плану с каждым часом все больше и больше раздражало Давида, который в конце концов начал усматривать в его поведении все признаки бунта. Да так оно в сущности и было, ведь в конце концов Давид велит Урии отправиться домой в приказном порядке, но тот игнорирует этот приказ, игнорирует волю царя. Более того, вчитаемся пристальнее в его ответ на этот приказ царя. Цитата Конец цитаты Обратим внимание Урия не называет Давида царем и своим господином. Нет, своим господином он объявляет своего командира Иоава, а в его отказе идти и забавляться с женой, когда его товарищи сражаются с врагом, слышится и явное осуждение того, кто в пору военной страды не разделяет участи других мужчин, а забавляется с собственными, да и с чужими женами. Чувствовал ли Давид вину перед Урией? Мучила ли его совесть за совершенный им грех? Безусловно, мучила. И это отчетливо видно из текстов, написанных им в те дни псалмов. Но Давид был настолько ослеплен страстью, что вновь и вновь искал оправдания собственному поведению. И, как это часто бывает, чем тяжелее были муки его совести, тем большее раздражение вызывал у него Урия, ставший причиной этих мук, тем больше ему хотелось, чтобы Урия совсем исчез, умер. И тогда вместе с ним исчезло бы и тяготящее душу чувство вины. Так Давид начинает убеждать себя, что в отказе Урии подчиниться его указам есть все признаки бунта, и окончательно утвердившись в мысли, что Урия является бунтовщиком, выносит ему смертный приговор. Но будучи не в состоянии привести его в исполнение открыто, он придумывает для этого куда более изощренный способ. Вызвав к себе Урию, он вручает ему зашифрованное письмо Киоаву и отсылает его обратно в Омон. Цитата «И написал в письме так «Выставьте Урию на место самого жестокого сражения и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». Там же 11.15 И Иоав, разумеется, поспешил исполнить приказ царя. В один из дней он объявил о начале штурма Равы. При этом отряду Урии было дано задание сделать подкоп под стену города, но в таком месте, что амонитяне просто не могли этого не заметить и не выслать из стен города отряд для предотвращения этой попытки. Щадя жизни солдат, Иоав предупредил остальных бойцов этого отряда, что в определенный момент они должны будут отступить, бросив Урию один на один с выманенным из стен города врагом. Так, в общем-то, все и произошло. Заметив небольшой отряд израильтян, пытающихся подкопаться под стену, амонитяне обрушили на них град стрел и послали из города Десан из нескольких сотен своих бойцов, чтобы помешать этим планам противника. Иоав просчитался только в одном. Лишь часть отряда Урии бросилась при виде амонитян на утек. Другая же часть предпочла остаться рядом со своим геройски сражавшимся командиром и погибнуть рядом с ним. Вот как описывает гибель Урии Иосиф Флавий. Цитата. Иоав получив и прочитав царское послание действительно послал Урию и с ним несколько лучших солдат из всего войска на такую позицию, на которой по его мнению враги оказались бы ему особо опасными. Сам же он обещал подойти к ним со всем войском на помощь, если им удастся, подкопав стену, проникнуть в город. При этом Иоав уговаривал Урию столь славного воина, известного своей храбростью не только у царя, но и у всех товарищей, радоваться такой сердезной, возложенной на него задаче, а не выражать по этому поводу своего неудовольствия. Урия взялся затем бодро за исполнение порученного ему дела, а Иоав в тайне от него велел назначенным нему в помощники воинам покинуть его, когда увидят, что враги устремятся на них. И действительно, когда евреи подошли к городу, амонитяне отперли ворота и неожиданным сильным напором устремились на евреев. В этот момент все товарищи Урии отступили назад, как им повелел Иоав. Урия же, считая позорным обратиться в бегство и покинуть занимаемое место, стал выжидать натиска врага. Когда амонитяне бросились на него, ему удалось перебить немалое их количество, но затем он был окружен ими со всех сторон и пал под их ударами. Вместе с ним пало также несколько его товарищей. Конец цитаты. Отсылая Вестового с донесением о случившемся, Иоав велел тому сначала доложить ему о понесенных в ходе неоправданного штурма потерях, зная, что царь вспылит, услышав об этом. Однако затем Вестовой должен был сообщить, что в числе погибших значится и Урия Киттиянин, и это, уверен был Иоав, мгновенно утихомирит гнев царя. Так, собственно, все и произошло. Цитата. «И пошел посланный, и пришел, и рассказал Давиду обо всем, что поручил ему Иоав, и сказал посланный Давиду, так как одолевали нас те люди и вышли к нам в поле, то мы оттеснили их до входа в ворота. А стрелки стреляли в рабов твоих со стены, и умерли некоторые из рабов царя, и умер также раб твой Урия Хиттиец. И сказал Давид посланному, так скажи Иоаву, пусть не будет это дело злым в глазах твоих, ибо то так, то иначе губит меч, пусть сильнее будет бой твой против города и разрушь его. Так ободри Иоава. Там же 11, 22, 25. Как видим, Давид не мог не понимать, что Иоава терзают сомнения по поводу нравственности его поступка, и через Вестового намекнул своему главнокомандующему, что Урия заслуживал смерти не как муж его фаворитки, а как мятежник. Кроме того, он дал понять, что пришло время для взятия Равы и завершения затянувшейся кампании. Приближался новогодний праздник Рошашана и осень с ее дождями вот-вот должна была снова вступить в права. Ну, а сразу после ухода Вестового Давид велел отправить Версавии известие о гибели ее мужа на поле Брани. Как и положено, Версавия отсидела 30 дней траура по покойному, после чего Давид взял ее в жены. К этому времени она находилась на третьем месяце беременности, так что никто в народе этого не заметил. Версавия 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 Версавия